Нет, вот именно когда выросли просмотры, прибавились подписчики, дела пошли в гору, народ даже наконец-таки решил выяснить, кто такие скоморохи. Министерство просвещения решило удалить с сайта все сценарии разговоров о важном. Спасибо. А я думал, у меня еще контента на 33 недели. Ведь именно столько уроков разговоров осталось. Но нет, все хорошее рано или поздно должно закончиться. Я что, зря заставку делал? Разговоры о важном со стоповым. Привет, просветители. Я обещаю, когда-нибудь, когда-нибудь, я сниму ролик не о разговорах о важном. Когда-нибудь, но не сегодня. Очевидно. В этом же видео мы попытаемся понять, почему сценарий нового урока срочно отправили на доработку. Неужто мои ролики и ваши просмотры подействовали? Может тогда еще и лайк поставите? Но начнем с чего-нибудь легкого, приятного и ненапряжного. Чтобы даже семиклассники могли спокойно посмотреть. Например, поговорим о простреленных коленях, отрезанных ушах и носах. Не, ну если эта тема подходит для классного часа, то почему бы и нам не обсудить? В комментариях под прошлым роликом старшеклассники и студенты делились впечатлениями от первых разговоров о важном. А у нас просто про Олимпиады говорили. И никакой политики. Ну да, ну да. Пошел я нафиг. Я ж про это не рассказывал. Неожиданно, правда? На уроке День знаний, который задумывался как реклама платформы Россия Страна Возможностей, не рассказывали о НАТО и Злой Америке. Вот это достижение. О чем же должны были на этой теме говорить? Кто-то реально думал, что каждое занятие будет сводиться к обсуждению внешней политики? Странновато. Хотя, если вспомнить, что большинство блогеров именно о внешней политике в рамках разговоров о важном и говорили, то ничего удивительного. С другой стороны, мои обзоры. Пенсионеры, скоморохи, Олимпиады. Но потом в сети появилась запись важного разговора в седьмом классе и стало очевидно, что опасения некоторых были не напрасны. Какая разница, что там за тема? День знаний, незнаний, о чем там просят говорить? Пофиг. Учитель ОБЖ хочет рассказать детям о реальном положении вещей в мире. И рассказывает. Стоит отметить, что запись урока появилась на сайте, заблокированном на территории России. Но вроде издание Верстка все еще не на агент. Если что, дядя Майор, не штрафуй. Пожалуйста. По-братски. Поэтому мы с вами, конечно, доверять этой истории не будем. До тех пор, пока подтверждение не появится у Маргариты Симонян. Естественно, настоящие российские учителя так вести себя не могут. Но если вдруг окажется, что педагоги теперь именно так должны разговаривать с учениками, то я только за. Не штрафуй. Был там говнюк с Великобритании. Но когда его взяли суровой рукой закона за жопу, он начал апеллировать к Путину, Пуширину, к этому непричесанному Борису Джонсону. Мол, ребята, спасите меня. И вот шумиха началась. Как это так? Как это его хотят расстрелять? И чуть ли не войну хотят объявить Российской Федерации за то, что этого урода уничтожить хотят. Хотя, может, и не надо его расстреливать. Ему тоже две коленки прострелить. И пусть его катают всю оставшуюся жизнь на коляске. Может быть, уши ему тоже отрезать надо. И нос. Помните, я пару роликов назад иронизировал, что старшеклассникам рассказывают, что, оказывается, существуют школьные олимпиады? Так вот, я забираю свои слова. Давайте лучше про олимпиады поговорим. Почему в Европе боятся трогать тему Великой Отечественной войны? Потому что они все воевали против нас. Все. И это должен знать каждый. В 1941 году на СССР напала не только Германия, но и вся остальная Европа. За исключением сербов и греков. А Великобритания? Это какая-то шутка теперь? Или она к Европе не относится? Хотя это преподаватель ОБЖ. Может, он и не знает? После этого нас Шольц будет обнимать и целовать за СОС? Нет, не будет. Почему? Потому что дед воевал. Корни, они и есть корни. Правда, новость, что дед Шольца воевал, уже несколько раз опровергли. Но главная суть. Немцы враги. Это я как немец подтверждаю. Корни, они и есть корни. Пытались вывести свое недовольство и раскачать страну, чтобы организовать военный переворот. Но их придушили. Не стали церемониться. Придушили. Что? Вы думали, день знаний без упоминания Болотной площади пройдет? Ну и естественно, развал СССР, Донбасс, цветные революции. Все, что нужно. Только вот родители почему-то остались с ним в восторге от этого урока. У меня есть два варианта. Первый, бузатеры. Второй, им просто госдеп доплачивает. Мы решили разобраться в этой истории. Пришли к директору, который сказал, что урок обязательный. Но темой должна была быть Россия страна возможностей. На наш вопрос, а это что было? Получили ответ. Пока идет обкатка и учитель может импровизировать. Неплохая такая импровизация, согласитесь. С прострелянными коленями. Не, ну самое то для седьмого класса. А я думал, что когда министерство заявляло, что педагог может корректировать сценарий под себя, все же имелось в виду, что хотя бы тема должна совпадать. Но где я, а где учитель ОБЖ? Я на стульчике. Павел, вы такой юморист, боже-боже, продолжайте. У всякой либерды и прочей шелупони могло сложиться мнение, что родитель должен знать, на какие темы учитель будет вести из-за душевной беседы с его ребенком. Но мы-то с вами понимаем, что учителю ОБЖ лучше знать. Он и родителям это объяснил. Почему нельзя говорить про Украину? Ну, не в школе же, попытались объяснить ему родители. И что дальше? А ваш ребенок не политики, что ли? Дети должны знать, что на Украине зверски убивают наших соотечественников, что нацизм шагает уже возле нашей границы. Об этом что, нельзя говорить? И напомнил родителям, что 80% населения страны его поддерживает. Ребят, если вас что-то не удовлетворяет по точке зрения для вашего ребенка, возьмите и переведите его в другую школу, переведите его на домашнее обучение. Но если он будет находиться в классе, он будет слушать то, что предписано для разговора. Я бы, конечно, напомнил, что конкретно 5 сентября было предписано говорить про успешный успех на школьных олимпиадах, но что я знаю? Правильно, ничего. У нас западных выкормышей один мозг на десятерых. Директор школы в разговоре с Версткой объяснила, что каждый учитель может выбирать тему для разговоров о важном самостоятельно. И не обязательно это должна быть спецоперация. Действие преподавателя она характеризовала как первый блин комом. Так что методички методичками, о чем конкретно будут говорить с вашим ребенком, зависит исключительно от учителя. Вот, кстати, к методичкам и пора перейти. Есть ощущение, что общественное мнение негативное. Все-таки что-то дозначит. Я уже говорил, что с середины этой весны наши чиновники, депутаты и министры соревновались за звание главного патриота. Очевидно, что неизвестный автор сценарию урока про скоморохов уделал их всех. Кто такие скоморохи? Один предложил английский отменить, якобы патриотам он не нужен. Второй все про ядерное оружие рассуждал. И про черепах. Не забываем про бордели с черепахами. Сюда же добавим традиционные ценности, запрет идеологии child-free. Да, кстати, законопроект буквально на прошлой неделе попал в Госдуму. Мы уже обсуждали это в моем телеграме. Сторонники идеологии child-free распространяют идеи, формирующие основу деструктивного социального поведения, базирующегося на добровольном отказе от рождения детей, что идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой Российской Федерации. Таким образом, в существующих условиях пропаганда сознательной бездетности, проводимой активистами движения child-free, ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения. Но это все проекты, предложения, эмоциональные высказывания, акробатические этюды. До реального же воплощения свои слова довел практически один Сергей Кравцов. Похлопаем. Министр сказал, что дети будут обсуждать актуальные темы на новом уроке. Я не буду шутить про скоморохов. Я не буду шутить про скоморохов. Министр новый урок и ввел. И пиарили его, что есть мочи. И федеральные, и местные средства массовой информации. Все соцсети Министерства просвещения. О разговорах о важном реально узнали все. А вот дальше чиновники допустили малюсенькую такую ошибку. Они недооценили учителей. Сценарии были выложены на сайт, и учителя тут же отправились их изучать. Ну, потому что именно педагогам все это реализовывать. Есть у меня ощущение, что авторы этого добра не ожидали, что конкретные разработки будут так активно обсуждать в сети. Учителя стали делиться своим мнением, не самым позитивным. На это обратили внимание журналисты и блогеры. И тоже решили заглянуть в методички. А там скоморохи. Эта шутка никогда не устареет. Для меня. Итог, только на моем весьма скромном канале суммарно 700 тысяч просмотров. И вот тут самый важный момент. Понятно, что критикуют предатели, инагенты и прочие либерда. Тут я полностью согласен, достаточно на меня посмотреть. Но если ваши уроки соответствуют всем требованиям, ничего не нарушают, разработаны настоящими профессионалами, в середине января писать письмо Деду Морозу явно специалист. По Дедам Морозам предложил. Почему после шквала критики все сценарии, кроме двух занятий, пропали с сайта? Отправили на доработку? Вовремя. То есть, если бы либерда не возмущалась, то и так сойдет. Да, да, пенсионеры в полном восторге от своей жизни. Отсылочки на прошлый ролик подъехали. Министерство просвещения не только удалило сценарии будущих уроков, но и отредактировало единственный доступный. 12 сентября. Наша страна. Россия. В своих видео я вообще не касался этого сценария. Потому что отлично понимал, что и без меня к нему будет приковано очень много внимания. Но я оказался прав, что журналисты, что блогеры говорили только о нем. Причина? Именно на этом занятии посвятили целый блок. Украине, НАТО, националистам. Конкретные фразы еще приведу. А мне же хотелось показать, что и другие занятия, и без упоминания Украины, по факту, немного странные. Ограничусь, пожалуй, такой формулировкой. А то вдруг Дед Мороз подарок не принесет. В середине января. И раз все это добро пропало с сайта, создается впечатление, что я был не так уж и далек от истины. Да, я молодец, знаю. Но что же там с Украиной? Проявление подлинного патриотизма мы видим и сегодня. Прежде всего при проведении специальной военной операции. О ее начале 24 февраля этого года объявил президент России Владимир Владимирович Путин. Российские вооруженные силы совместно с силами ДНР и ЛНР ведут активные действия для достижения этих целей. Огромная военная и иная помощь коллективного Запада украинским властям затягивает боевые действия, увеличивая число жертв операции. Сейчас в сценарии для пятых-седьмых классов найти эти абзацы почему-то нельзя. Вообще все упоминания Украины из текстов исчезли. Из урока для восьмого класса пропали фразы, что жители ЛНР и ДНР русские люди, поэтому важно их возвращение в Россию. Исчезли большие блоки про современных военных героев. Перелопатели сценарии для начальной школы. Даже пословицы удалили. Для родины своей ни сил, ни жизни, ни жалей. Счастье родины дороже жизни. Подстоим горой за свой край родной. За родину мать не страшно умирать. Родину любить, родине служить. Это то, что было раньше. А вот что можно найти сейчас. Человек без родины, что соловей без песни. Много разных стран, а родина одна. Нет ничего на свете краше, чем родина наша. Родину мать ничем не заменишь. Всякому мила своя родина. И куда же делись упоминания смерти? Вопрос. Более того, и про военную службу решили не говорить. Какое-то странное проявление патриотизма со стороны министерства. Повторю, если вы считаете, что все сценарии были составлены правильно, куда все делось? Это, кстати, не первая подобная ситуация. Еще в мае я рассказывал, как подписчики скинули мне страницу ВКонтакте детской эколого-биологической школы. Что ожидаешь там увидеть? Статьи о природе, фотографии воспитанников, отчеты об экскурсиях. Что же там на самом деле? Внимание, это список постов подряд. Россия дала упреждающий отпор. На Украине нет фашизма. Российская экономика держит удар. Попытка Запада сломить Россию. Спецоперация на Украине идет по плану. Наши воины. Российский народ поддерживает решение президента. Попытка Запада сломить Россию. Да, здесь повтор. Принимая решение о проведении спецоперации, наш президент. Заведующая детским садом поддержала президента. Где здесь экология или хотя бы биология? Хороший вопрос. Но опять же, это я, типичная либерда. Не понимаю, как современное российское образование должно функционировать. Куда уж мне? Я и письмо Деду Морозу писать не планирую. В середине января. Я отрезанный ломоть. Но стоило паре телеграм-каналов написать об этом экологическом центре, как все посты тут же пропали. Что, заведующий уже не поддерживает президента? Предательством попахивает. Повторяю тот же самый вопрос. Если вы как педагоги, как специалисты понимаете, что эти посты подходят для экологической школы, зачем вы их удаляете задним числом? Или пока широкая общественность не знает, мы патриоты. На нас обратили внимание, тут же фотки детей публикуем. Вот еще один пример ведения соцсетей школы. Полностью поддерживаю. Владимир Владимирович Путин, наш президент. Я горжусь тем, что живу в великой и прекрасной стране, в России. Я учитель начальных классов. Регулярные обстрелы Донецка продолжаются. Горят жилые здания. Дома рушатся на глазах. Местные жители отмечают, что раньше Украина обстреливала только окраины. А сейчас ракеты прилетают и в центр города. Это проявление нацизма в самом ярком его проявлении. Я заместитель директора по воспитательной работе. 3 июля – новый день победы. Войска Луганской народной республики при поддержке вооруженных сил Российской Федерации завершили освобождение ее территории в исторических границах. Лидер республики уже поздравил всех с новым днем Великой Победы. Так укрепляется уверенность, что за этой победой приближается и завершение спецоперации. Неужели победа над нацизмом совсем близко? Я – директор школы. Российские военные строители начали восстанавливать Мариуполь. Первый микрорайон на тысячу квартир сдадут уже этой осенью. Кроме того, военные строители возведут в Луганске многофункциональный медицинский комплекс на 200 мест. Жизнь помаленьку возвращается в разрушенные города. И пара мемайсиков с Зеленским в фашистской форме. Я про это писал в своем телеграмме. Кстати, подписывайтесь, там все вот это появляется гораздо раньше. Что в итоге? На страницу ВК обратили внимание журналисты, и все материалы тут же пропали. Но как же так? Корова языком слезала. Ведь педагоги на фоне одной и той же стены в кабинете директора фотографировались. Заявляли о своей гражданской позиции. А тут огласка в соцсетях и бац, что прочитать этим летом. А как же учитель английского языка, рассказывающий, что в Германии все замерзают? Это, если что, не шутка. Это реальный пост на официальной странице школы. Возникает следующий вопрос. А сценарии-то почему пропали? Кравцов не хочет, чтобы всякие Остаповы и прочие бузатеры уроки критиковали? Или в министерстве вдруг осознали, что материал сыроват? И если правильный второй вариант, то кого-то же накажут? Кто-то, наверное, работу потеряет? Или все будет как с новым учебником истории? Я разговаривал уже с Сергеем Кравцовым и Владимиром Мединским. Мы выпустим правильный учебник истории, в котором будут новые главы, посвященные специальной военной операции и подвигам наших ребят, рассказал первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак. Отлично. А как так получилось, что у нас сейчас школьники учатся по неправильным учебникам истории? Кто это допустил? Не министр просвещения, нет? Они сами вдруг рекомендованными оказались? Окей. Так и запишем. В общем, как обычно, вопросов гораздо больше, чем ответов. Друзья, если вам нравится мой канал и вы хотите меня поддержать, обязательно поставьте этому ролику лайк. Кроме того, не забывайте подписываться на мой телеграм, там интересно. А я встречусь с вами на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.